Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня еще один грамматик. Мы изучаем с вами по секунду «Возвратные глаголы». Давайте сначала вспомним, как это у нас было в 42-м уроке, когда мы только на возвратных глаголах концентрируемся в настоящем времени. У нас есть четыре вида возвратных глаголов. Это возвратные глаголы, которые являются самыми классическими глаголами. То есть я могу умыть ребенка, могу умыть себя. Далее – пассивная форма. То есть книга читается хорошо, платье стирается. То есть мы используем вот эту возвратную форму, чтобы пассивность выразить. И еще есть взаимовозвратные глаголы. Это когда, условно, два человека выполняют по отношению друг к другу одинаковые действия. Обниматься, целоваться, списываться, созваниваться и так далее. И еще самый четвертый такой интересный тип, когда форма вроде бы возвратная, но вот этой возвратности у нас никакой нет. В русском это глагол «улыбаться», нет глагола «улыбать». А в французском это глагол «сувенир» и нет глагола «сувенир». И они переводятся как «улыбаться» во французском – это «сувенир» – невозвратный глагол. А в французском, наоборот, «сувенир» – возвратный, а в русском – невозвратный форм. Я не буду сегодня подробно рассказывать именно об этих типах. Если вам интересно, посмотрите дополнительное видео про возвратные глаголы. У нас они есть. И 42-й грамматику. И еще в разделе «Грамматики» в другом плейлисте там тоже есть информация по возвратным глаголам. Сегодня меня интересуют три типа из этих четырех. Все, кроме взаимовозвратных. Почему? Потому что образование по секумпозе вот этих глаголов сопровождается определенными тонкостями. А что касается глаголов обычных возвратных, возвратных пассивных и возвратных, которые только по форме возвратные, там все просто. И как раз-таки посмотрим, что просто. Формащен. То есть вы видите, что у нас возвратный глагол формирует по секумпозе глаголом «être». И у нас сначала идет вот это возвратное местоимение, далее глагол «связка», и далее «participacer». Давайте еще раз произнесем. И здесь все согласуется так же, как и в правилах по образованию с глаголами «être». Давайте посмотрим на конкретном примере. Правила согласования такие же, как у глаголов, которые формируют по секумпозе «être». То есть сколько ставим, когда у нас возможен женский род. И вот тут и множественное число тоже возможно у формы «в». Посмотрим в отрицании. Немножко сложно. Вот это возвратное местоимение и «être». «Je не me suis pas endormи». «Ты не т'es pas endormи». «Иль не с'est pas endormи». «Эль не с'est pas endormи». «НУ не nous sommes pas endormи». «Вы не vous êtes pas endormи». «Иль не с'e sont pas endormи». «Эль не с'e sont pas endormи». Сложно, я понимаю вот этих много маленьких слов. Пропишите, пожалуйста, возвратные глаголы, которые вы знаете в «passe-compose» и произносите. Будет легче. Сейчас сами. Проспрягайте, пожалуйста, глагол «se servir» в «passe-compose». На всех случаях, напомню, что «particip-passe-compose» у глагол «servir» это будет «servir», как у глагол «partir». Проспрягайте, пожалуйста, вспоминайте все. Сейчас я переверну и посмотрим ответы. И давайте посмотрим ответы. «Je me suis servi», «tu te servi», «il se servi», «el se servi», «nous nous sommes servi», «vous êtes servi», «ils se sont servi», «elles se sont servi». Проспрягайте, пожалуйста, в отрицании. Если проспрягали, то смотрим дальше ответы. «Je ne me suis pas servi», «tu ne te pas servi», «il ne se est pas servi», «elles ne se sont pas servi», «nous nous sommes pas servi», «vous ne vous êtes pas servi», «ils ne se sont pas servi», «elles ne se sont pas servi». Я понимаю, что это сложно. Вам нужно только всего лишь проспрягать эти глаголы много-много раз, произнести, посмотреть это видео, взять другие глаголы. Я думаю, что если вы займетесь этим каждый день, дня 3-4, уже на пятый день все будет легко. У вас еще есть время. У нас будет еще по секундому позе глаголы возвратных в девятом уроке «Парка Горького». Так что, если вы в будущем будете это смотреть, то вам там тоже будет многое понятно. Ого-вах! Объятного!